МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дорогие зрители канала «Горячий цвет с холодным оружием». Камил Хайдаков привез нас в населенный пункт свой родной, я не знаю, столицу Лакии в свое время, Вадику Мух, и знакомит нас с местным, но очень серьезным мастером Малик Джабраилов. Расскажи. Но Малик, он вообще универсальный мастер, потому что люди, которые занимаются реконструкцией холодного исторического оружия, они, как правило, разделяют свои работы на разные этапы. И некоторые работы заказывают у других людей. Например, кто-то делает клинок, кто-то делает отделку серебром, кто-то делает насечку золотом, кто-то кость делает, эфесы. Малик в этом плане уникален. Он делает предметы целиком. Он делает весь комплекс. Он клюет дамасские клинки очень высокого качества. Они рубят металл даже, он мне демонстрировал. Звонки гнутся, я не знаю, как у него какие-то свои есть хитрости, закалки. Он никому не говорит. Он же делает и серебряную отделку. Но, на мой взгляд, как коллекционер оружия, произошел он всех, конечно, в насечке золотом. Потому что у него уникальная техника и качество насечки золотом. Притом, эта насечка золотом глубокая. Это не технология кофт-гори. Это технология зарнашин. Зарнаш, это в канавку вбивается довольно толстый слой золота и оставляется или заподлицо, или выступающая форма. И здесь, на мой взгляд, в России нет людей, которые бы лучше эту работу делать. А недавно, ну как недавно, года два назад, я ввел уникальную работу, где золотая насечка была сделана в серебре. Малик изготовил бебут небольшой, уникальный. И там были все техники представлены. Там была и насечка золота на металле, и насечка золота на серебре, гравировка по серебру и чернение очень тонкое. То есть там все технологии, существующие на оружии Кавказа, они были представлены в одном предмете. А предмет там какой был? Дамасик. Дамасик. Вот, при этом Малик, он человек очень скромный, и поэтому очень сложно его как-то вытащить. Он человек не публичный, я его уговариваю постоянно там куда-то приехать. Вот он сидит целыми месяцами и делает свои предметы. Малик, скажи, пожалуйста, вот у тебя вот некоторые сабли же год делаешь, да, если не больше? Год, да. Год-полтора. И вот этот предмет вот ты каждый день, или там через день... Ну, у тебя же глаза устают, ты же как бы раньше легче было, сейчас глаза болят же. Глаза болят, зрения нет уже. Ну, я основном солнечную погоду с утра, пока солнце зайдет. Понятно. А вот носичка по металлу, золотом, ты вот этой технологии где учился вообще? Сам выковыривал старые клинки, из клинков золота, смотрел, как зелена, так учился. А там канавки какие были у старых мастеров? Они какой-то имели интересную форму, или это просто был желобок такой, или ласточкин хвост был? Ласточкин хвост. В принципе же... Вот кубачинцы почему-то любят эту поверхностную насечку, вот как горит, делают сетку на металле, да, и вот... А ты вот такой сложной технологии делаешь? Ну, чтобы золото тверже держалось. Понятно. А вот этот Бейбут замечательный, ты сколько делал по времени? Бейбут два с половиной года. Вот вы понимаете, наши уважаемые зрители, да, каналы «Историческое оружие» и «Горящий интерес к колотному оружию», вот люди, которые делают по год-полтора, это просто азкий труд. Он физически очень утомительный, он очень тяжелый для глаз, это просто работа на износ. Эти предметы, конечно, очень дорого стоят при продаже, но не всегда про цену дают, ту, которую хочется, да, потому что иногда приходится продавать дешевле, но если, в общем-то, оценить и разбить стоимость этих предметов и полученную прибыль по месяцам, да, то получится, что это каторга просто, да? В случае, да, государственные работы работают. Да. Поэтому, ну, это вот, действительно, вот таких мастеров, их единицы, потому что Малик делает вещи, ну, они просто войдут в историю. Все, кто их видят, эти предметы, я ни разу не слышал, что кто-то сказал, что этот предмет как-то некачественно сделан. Все выделяют просто мастерство. Гоча Лагидзе, известный очень грузинский мастер, он изготавливает тоже оружие, он всемирно известный, в отличие от Малико, он живет, по-моему, в Брюсселе и делает много, они, кстати, контактировали, он просил, дай мне телефон Малико, я хочу с ним поговорить. Неужели, говорит, такой мастер есть? Он считает, что Малико просто, он говорит, мелья талантливая. Я ему написал комментарий недавно, он выставил предмет, я говорю, ты великий мастер, Гоча говорит, он мне отвечает, Малико великий, говорит, представляешь? Хотя ты не попадаешь вот в эти все информационные поля, и вот эта оценка, то есть профессионал высочайшего уровня оценивает другого профессионала, который, в принципе, прячется в Казикомухе, никуда не вылезает годами. Скажи, пожалуйста, а семейные традиции есть, или у тебя предки имели отношение к элегранному искусству? Нет, у нас все были радиотехники, радиорубители, я тоже. Гены, то есть? Гены сработали, лаварские гены. Понятно. Просто в 90-х годах уже зарабатывать не получалось на радиотехнике и начал работать. Понятно. Ну скажи вот мне, а ты учеников-то будешь готовить? Буду, если есть. А кубочинцы у тебя смотрят же предметы некоторые? Да. А были ли ситуации, что они у тебя их брали и говорили, что не говорили, что ты сделал? Я понял. Не отвечай на этот вопрос. Хорошо. Ну что можно сказать? Мы, конечно, видеоряд покажем предметов, они есть. Кстати, так даже, может, целая глава будет посвящена в книге «Уакское оружие». Сигнальный экземпляр я уже держал в руках. И там есть предметы уникальные работы Малика. В моей первой книге «Шамширы» там я тоже не мог удержаться, чтобы не разместить некоторые предметы Малика. Ну в общем, как-то так. Что бы ты еще хотел спросить у него? Просто из него не вытащишь слова. Я знаю, Малика давно, он очень не любит разговаривать, но за него говорят его вещи. Мы постараемся максимально показать их. Потому что он реально, ну есть люди, которые не любят публичности и так далее. Предметы зрители наши увидят, они сами оценят уровень мастерства. Ну вообще, вот козекомухи были же эти технологии, но они пропали, как ты считаешь, в каком году они перестали существовать. Когда перестали делать? Ну, в 20-х годах, наверное. В 20-х годах. А тут вообще, кроме вас, есть кто-то из мастеров в козекомухе, что-то делают? Есть, которые это, украшения, женские делают. То есть, оружейная культура, то есть, только вы ее поддерживаете сейчас? Сведения о производстве оружия в козекомухе мы встречаем в многочисленных источниках 19-го века. Более ранних упоминаний пока не найдено. Особенно развитие оружейного производства и его отделки мы видим со второй половины 19-го века. В 1886 году в Козекомухском округе числилось 276 кузнецов и 608 серебряников. Только в одном кумухе насчитывалось 248 серебряников и 63 кузнеца. В конце 19-го, начале 20-го века в отходничестве работало 237 человек, в селе только 25. Из 122 дагестанцев, работавших в Тифлисе, лакцев было 103 человека, из них 93 мастера были выходцами из кумуха. В 20-м веке промыслы значительно снизились и практически исчезли. В 80-х годах 20-го века была попытка возрождения производства национальных кинжалов, в основном из мельхиора. И это производство с распадом СССР прекратилось. В настоящее время осталось всего несколько мастеров-оружейников, при этом лишь один малик делает полностью весь комплекс работ, начиная с ковки клинка и заканчивая любыми видами отделки оружия. В настоящий момент готовится выход книги по лактским оружейным промыслам, авторами которой являются Рауф Мунчаев, Шахмардан Амиров и Эмаства Цатурян. В этой книге собрана вся имеющаяся на данный момент информация о мастерах-лакцах и представленные редкие образцы оружейного искусства. Была произведена перепись чиновниками Царской России, Эта перепись проводилась для почета и в том числе регистрации мастеров Серебряного дела, Золотого и Кузнецов. В том числе в эту статистику попали семьи, дворы и отдельные мастера Казякумуха. Их было значительно больше, чем в Кубачах. То есть, это просто в разы больше. Я не знаю, чем это объяснить, учитывая, что отходники были больше лаксов и в Грузии больше, чем в Кубачинце. Но, тем не менее, насколько я помню, там даже Кузнецов было больше 60 человек. И, в общем-то, в то время это была огромная индустрия. И, видимо, отходничество началось, потому что здесь слишком была высокая конкуренция на маленькой территории. и люди просто начали зарабатывать и уезжать. Как ты думаешь? Из-за этого, наверное, да? Вот. И вот поэтому лаксы частью уехали во Владикавказ. Это знаменитая мастерская Гузунова. Это лаксы. Мудунов тоже. Лаксы, Амаров. Казякумовские корни, насколько я помню. Домоданов. Это тоже как бы отсюда. Шурпаев отсюда, который работал в Тифлисе. Еще много-много и вот эти мастера, они получили известность уже других регионов и даже у них были, в общем-то, мастерские, которые могли конкурировать с небольшими заводами в других городах Российской империи, которые давно занимались. Вот. прискорбанно, что в Казякумохе остался мастер один, ну, Шапи еще там, но он больше как бы по золотой насечке в Дагестане мастеров такого уровня их единицы. Даже в Кубачинске мастера их не так много, да, там, 2 человека. 2 человека. 2 человека. То есть, вы представляете, во всем центральном Дагестане 3-4 человека, которые могут на уровне выполнять по старым технологиям насечки золотом оружия. ну, это катастрофа, это потеря народных промыслов. Малик у нас единственный Лагест, мы его любим, все о нем знают, а он от всех скрывается, не публичный человек. Вот ему бы какое-нибудь, если при поддержке государства, ему бы помогли школу создать, для чего он перебил. Школа – это хорошо, но вот на самом деле без всякой школы, если есть заказчик, то промысел живет. Есть заказчик? Покупают сейчас это? Очень дешево. Очень дешево? Просто даже работать не хочется потом. Здесь проблема другая, Андрей. Здесь проблема в том, что он мастер от мозга до костей, он мегапрофессионал, супермастер, но он не менеджер, он не продажник. Он не может продать свои вещи за те деньги, которые они стоят. Понимаешь? В этом проблема, потому что не всегда человек, который изготавливает, он является торговцем. Понимаешь? У него нет этого таланта, он талантлив в своей области. В этой сложности с ним. Понимаешь, если есть заказ на хорошую работу, то заказчик сам будет искать и будет человек, который будет приезжать и покупать. Понимаешь, есть ли такой заказ? У нас в стране есть несколько центров, у нас есть златоуст, в нем есть мастера, которые пытаются холодное оружие, культуру его, историческое холодное оружие, его как-то куда-то продвинуть. у нас есть Дагестан, в котором тоже есть мастера, которые тоже как-то хотят свою работу, которая связана с нашей историей, тоже продвигать. Но среди коллекционеров у нас в России мало людей, которые хотят купить даже хорошую работу современную. Правильно я понимаю? Ну, да, наверное, ты прав. Здесь еще смотри, какой момент. Малекция, несмотря на свою скромность, он же не говорит об этом. У него же его работы занимали первые места и были очень оценены на определенных мероприятиях. Вот, например, твой киржал в золотой насечке, он какое место дает? Первое? Первое место занял в каком году? Не помню. Ну, так, коронавирус. Так, коронавирус. Подожди, вот, ты понимаешь, это конкурсы. Вот, как поддерживать, на самом деле, это понятно. Понимаешь, вот оружие это было наградой, статусным символом. То есть, для того, чтобы этот промысел поддержать, вот, по-человечески, нужно, чтобы государство ввело опять такое же отношение к холодному оружию, которое было раньше. Кортики, сабли, вот тогда, тогда вообще ничего не нужно будет. Понимаешь, тогда каждый офицер, каждый милиционер, если это надо, там, офицер, он будет, если он будет к своему холодному оружию относиться, вот, как к чему-то серьезному выдающемуся, то он это будет заказывать. Вот, не к ночи будет помянутый Гитлер в свое время, в 30-х годах, он сделал так, что в Третьем Рейхе каждое управление имело свое, свой, там, кинжал, свой, там, саблю, свой топорик, и в плане вот германского духа возрождения, вот это холодное оружие, на самом деле, играло очень большую роль у него. Оно, естественно, что летчик Люфтваффе, он не будет саблей махать, она ему нужна только как, вот, как статусный предмет. Он в самолете, в Мессершмите летает, зачем ему нужна сабля? Однако, она у него была. Однако, у некоторых летчиков японских. Ну, у них, там, мировая. То есть, вот, когда такое отношение есть, то тогда само мастерство, оно будет развиваться. Когда такого отношения нет, то это попытка энтузиастов, которые, ну, вот, это уже нужно, вот, действительно. Ну, ты абсолютно прав, но здесь момент такой, что если бы у него были заказы, просто Малик настолько тонок в исполнении своих работ, они настолько сложные, он 20-30 предметов сделал за своего, да, наверное, вот, просто, вот, такого рода предметы, которые делают Малик, они, и вместо, вот, я не знаю, там, просто, в музейных коллекциях, они очень долго делаются, но, если бы была поддержка, вот, о том, что ты говоришь, и было бы, вот, именно, вот, такое, вот, отношение к оружию, он бы, сделал мастерскую, и у него бы, это делали, мастера, он бы, просто это контролировал, и вносил какую-то вот, изюминку от себя, понимаешь, в них. В современном мире к холодному оружию относятся, вот, как к элементу культуры, где? В Японии, и в арабских странах, то есть, там, Джамби, вот это вот, то есть, только там сохранилось отношение к оружию, как к предмету, ну, я не знаю, вольской культуры, причем, у японцев это все-таки в плане истории и национального достояния, а у арабов это, как статусная вещь, насколько я понимаю, и вот эти люди являются заказчиками. Ну, в том числе, и религиозные, вот, например, в Саудовской Аравии танцы есть, исполняются, и в том числе, приветственные с использованием шамширов. То есть, ну, там простые движения вперед-назад, но, тем не менее, да. у нас в Дагестане тоже было троитет, дарить, если с ним родился, дарить кинжал. А вот, это троитет у нас на эту сейчас. Если было бы это троитет, то тоже возродился, наверное. Да. Тогда, действительно, хотя бы, либо на государственном, либо на национальном уровне, если бы это возрождалось. Меня больше другой беспокоит, потому что вот Малик, он, мы, мы не скажем, я не скажу, что мы прям друзья, там часто общаются, он просто мой земляк, и, ну, приятельские отношения имеем, ну, я просто, как человек, который собирает историческое оружие, который знает многих мастеров, я просто восхищен его работами, как и многие мои коллеги. и мне очень расстраивает, то, что это может не передаться просто дальше, на этом все закончится. Вот больше чего меня расстраивает, потому что такого уровня мастера, их нету нигде. Ну, нету их нигде. Они должны передавать свое творчество, свои умения кому-то. Ну, поддержки никакой нет. Нет поддержки. Он же не будет содержать учеников за свой счет. Проблема есть, она серьезная. Мы сейчас не говорим о шарпотребе, мы говорим о вещах, которые являются носителями предмета исторической культуры, традиционных техник, ювелирных, ремесел, там, в определенных регионах. Я про это говорю. Потому что можно штамповать шашки, которые мы сколько раз видели с тобой. Но это убогая вещь, которая, в принципе, которая имеет место в современном мире, вот именно. Конечно. А в случае работ Малико, люди могут купить эту вещь, как предмет боевой, потому что этой саблей можно уголки металлические разрубать. Ну, вы помнили, что для этого делать? Нет, ну, тут похлеще было. Он с шашкой вот этой золотой насечки, где я когнал несколько раз по углу, я испугался, я говорю, перестать. Она говорит, она крепко выдержит. Вот. И как предмет высочайшего ювелирного искусства. То есть, он во всем хорош. От клинка до материалов и до техники инкрустации. Вот о чем вещь. И его можно рассматривать как, ну, в нескольких плоскостях. И как оружие, как произведение искусства. Как вложение денег, кстати, тоже. Потому что люди этого немножко не понимают. Ну, тут вопрос спорный. Хорошо, вот если можно, по поводу вот этого места. Это мастерская? Это кузьня строящаяся. Строящаяся кузьня. То есть, что тут за оборудование? Печка? Эту газовую печку сделаю я. Просто кокс невозможно сейчас найти. В Дагестане нет кокса. А спортов уже... Я раньше спорта брал. А сейчас невозможно. А это что такое? Это вот на газовой печке я ковал, но она проклонная. Не кует она. Угу. Не греет. Вот это вот у нас молот. Да. Это молот. Раньше я месяц, одну лезвью, месяц ковал. Раньше, что-то вы что-то за маска ковал. Да. Одну лезвью, месяц ковал. Олег делал предметы для высшего руководства страны в качестве подарка, с кем-то подносились. Ну, мы не можем говорить, кому именно, но такие предметы есть в определенных стажерах людей государственных. Мы сейчас перемещаемся из строящегося дома Малика и мастерских. Он гостеприимно нас к себе пригласил. У нас времени уже нет, но мы немножко посидим, еще поговорим. Может быть, он все-таки что-нибудь скажет нам еще. Кошмар не кошмар, но главное, что здесь... А что, старые фотографии смотришь, тоже такая же ситуация. Настоящая, настоящая мастерская, рабочая. Это ужасная мастерская из-за этого... Ну, почему ужасно это? Какой прекрасный радиоприемник. Да, это с армии, еще. Купил армию. Ну, главное, естественно, мы вот тут трансформатор съели. Я его перемотал. Ну, хорошо, кто-то взял туда щел из-за своего брата. Хе-хе-хе-хе-хе. Здравствуйте. Здравствуйте. Приездом. Здравствуйте. Как добрались? Здравствуйте. Спасибо. Ну, вот мы с Андреем приглашены в старый дом. Это... Вы не удивляйтесь, такие дома в старой части Козякумуха. Это сейчас модно, большие площади, залы, там, кухни, спальни. Раньше дома было очень тяжело отапливать. Зимой даже отапливались одна-две комнаты, остальные не отапливались. Старые дома, они, в общем-то, все друг на друга кухни похожи. Не во всех домах в старой части есть водоснабжение, канализация, все по старинке. Некоторые дома до сих пор носят воду куда-то, особенно те, где постоянно не проживают. Это вот отцовский дом Малека, у кого мы в гостях. Если бы этот человек жил бы, например, в Европе, например, такие, как мастера, как Гоча, Лагидзе, или другие там, ювелиры, да? Так как Малек, он многофункциональный мастер, он делает и украшения, и золото, и серебра, ну, владеет всеми техниками и вооружением, он бы, наверное, был миллионером уже. Мы это с тобой понимаем, прекрасно. Ну, вот вот такие вот вещи. Там есть заказчик, там есть заказчик, который платит, поэтому, естественно, для того, чтобы любой промысел развился и получил распространение, чтобы он развивался, чтобы в нем проявлялись шедевры, наличие заказчика это обязательно условие. И не простого заказчика, а заказчика, понимающего, разбирающегося. Вот именно поэтому в Петербурге, допустим, ювелирное дело, вот расцвет ювелирного дела, Фаберже, тот же самый, там, Алавинишниковы, Кузьмаконов, вот эти фамилии, если мы называем, это высочайшие ювелиры мировые. Это Петербург. Почему они появились в Петербурге? Потому что на протяжении двух веков в одном месте были люди, которые имели очень большие деньги с одной стороны, а с другой стороны имели... Для того, чтобы появился Фаберже, необходимо, чтобы был заказчик, который не просто платит, а который понимает, за что он платит и что он хочет. И отличает хорошее от очень хорошего. Вот это вот очень важный момент, вот то, что делает возможным шедевр, то есть, чтобы кто-то, не сам мастер, а кто-то еще понимал, ценил эту работу. У нас такого просто нет. С точки зрения ювелирной работы, с точки зрения промыслов, просто нет людей, которые в состоянии оценить. Это да, конечно, конечно. Ну и, скажем так, не только оценить, но и купить за те деньги, которые стоят предмет, изготовленный в течение года, с огромным количеством труда человеческого, не говоря о драгметалла. Если бы люди ценили, то они бы потом, может быть, и платили. Но тут вот в том-то и дело, что нет человека, который оценит в России. На Западе есть. Мы с тобой говорили, японские мечи до сих пор изготовлены сейчас, они стоят так же, как древние мечи, потому что они оценивают их по другим критериям, не по времени изготовления, а по приближению к некому идеалу японского меча, есть свои критерии оценки. И если этот меч подпадает под эти критерии, то независимо от того, что он сделал в 21 веке, он все равно будет признан сокровищем нации, и все равно получит соответствующий сертификат. Там же есть специальная ассоциация, две или три, которая выдает экспертизы только на вот эти предметы, только на них, и соответственно они и ценятся среди коллекционеров и знатоков. у нас такого нет. Мы не в состоянии нашего общества, когда мы говорим о коллекциях богатых людей. Вот тут помнишь недавно совершенно у нас разговор был в Дагестане, когда ты сказал, что ты же не знаешь, что у министров в закромах. А что человек тебе что ответил? То, что я говорю о подлинных вещах, а не о тех прекрасных вещах, которые есть у министров. Почему? Потому, что оружие, допустим, оно дарится, часто дарится, при этом те, кому оно дарится, они не в состоянии его оценить. Даже те дарители, они могут не разбираться. Они могут по своим вкусовым параметрам и представлениям о стоимости этого оружия, ну, как бы, по внешнему виду, просто купить от доброты сердечной, от желания... они не могут провести границу. То есть, понимаешь, для того, чтобы надо разбираться, надо тратить на это время. У нас как-то так сложилось, что в каких-то там, в силовых структурах, вот, еще лет десять назад, там, в структурах властных, было принято друг другу что-то дарить. В том числе, дарить холодное оружие. И многие коллекции, они начинались с того, что каким-нибудь генералом, полковником или там, мэром, губернатором просто, просто дарили. И у этих людей скапливалось большое количество предметов, которые им кто-то надарил, но на поверку оказывалось, что это предметы все, ну, по большей части никакой ценности не представляют, потому что они компилированные из, допустим, из старых или просто поддельные. Или я тебя прекрасно понимаю, потому что я как минимум в трех коллекциях был, одна из последних, меня мой друг Михаил, фамилию не буду говорить, попросил посмотреть, я приехал к этому человеку, у него было около 600 предметов, 600, из них где-то, наверное, 150 это огнестрельное оружие, там высокопоставленные у него были родители и так далее, многое деактивировано, но это не моя тема, я холодное смотрю, остальное холодное, я тебе могу сказать, что там было где-то 95% подделок, и там было кавказское оружие, которое было там подарено даже в 80-е годы, 90-е, это все было практически, в лучшем случае там были клинки из 10 у одного старые, при том почему-то вышлифованные, испорченные уже до предела, то есть культура обработки была такая, что они думали, что его надо отшлифовать, так лучше будет, вот, и... Очень много никелировали старые клинки вот в тот период времени, даже у подлинных предметов клинки отникелированы или хромированы? Ты как бы знаешь мое отношение к некоторым экспертизам? Так вот, там у него были вот такие папки, потому что у него родители были серьезные люди, и я там встретил эти экспертизы до сих пор работающих экспертов на эти вещи. Может быть, тогда они лет 20 назад меньше знаний имели, но это катастрофа, что там было. Ну, просто они вот сейчас вот мы с тобой посмотрим, даже вот просто по фотографии, мы скажем, что это фуфло. Поэтому, собственно говоря, у нас мастера не могут стать миллионерами, именно поэтому, потому что нету платежеспособного спроса, а платежеспособного спроса нет потому, что нет понимания, нет, историческая, культурная вот эта вот нить порвана, и не прилагает усилий людям для того, чтобы ее восстановить. Ну, кстати, вот кубачинские промыслы почему долгое время существовали? Во-первых, они же поддерживались государством, определенные эти цеховые традиции, и была разработана целая линейка ювелирных изделий, изделий столового серебра, всяких там чашечек, вазочек, рюмочек, подстаканников, которые, в принципе, обеспечивали постоянный приток денег в эти мастерские. Это еще потреб, который люди, понимаешь? Поэтому, ну, по крайней мере, хотя бы промыслы как-то сохранялись, сохранялись вот эти технологии чернения, резьбы и так далее, хоть какая-то была передача. Ну, была еще и северная черня, которая привыкла тем же самым. Конечно, а здесь нету ничего, понимаешь, здесь даже этого нет, вот в чем проблема. Ну, базовый ювелир же он растет, из чего? Из вот таких самородков, как Малик, их, ну, практически нет, который сам, как он сказал, разбирал старые, там выковыривал, смотрел, какая там была борозда, видел ласточного хвоста, чтобы забивать так же, как по старинной. Таких людей единицы. А вообще-то, вот и мастера вырастают из школы, из какой-то, понимаешь, из традиционной школы. В Кубачье она сохранилась, и даже сейчас она сохранилась, вот, а в советское время она просто поддерживалась, они молодцы, вот и все. А в Казикумухе это было утеряно, хотя, хотя, какая-то жалкая попытка была, в 80-е, по-моему, годы был создан цех по изготовлению кинжалов, но в Мельхиоре, и набирали учеников и так далее, и туда все понесли вот такие вот кинжалы старые, и я несколько клинков просто перехватил, потому что Мельхиоровые кинжалы это же, не должно быть оружием. Они ручки заливали сургучом, и хвостовик обрезали вот так. То есть, они снимали старые ручки, их выкидывали, гвоздики выкидывали, кость выкидывали, шлифовали клинок, подгоняли по стандартные размеры, потому что все там ножны делались по лекалам, в Филигране наносилась вот эта техника, ну, это красивые были работы, но это не имело никакого отношения к народным промыслам. Это даже к оружию никакого отношения не имело? Ну, это делали, но надо было занимать население, надо как бы, может быть, какие-то деньги были выделены не в достаточном количестве, хватило только на организацию производства вот этого ширпотреба из Мельхиора. И там помимо вот таких вот совсем уж плохих клинков, декоративных, скажем так, там попадали старые, и в том числе вот я несколько вытащил от разрушения, я просто перехватил. К сожалению, я думаю, если бы я жил здесь, я бы перехватил все. Вот такая есть ситуация, и на мой взгляд, на данный момент она безвыходная. Мы потеряем технологии Малика, потому что ему уже тяжело работать, у него глаза плохо видят, и просто у него не останется ни учеников. По сути, мы сейчас наблюдаем окончательный закат лакско-элирного искусства в лице Малика. Это можно констатировать, я это с грустью констатирую, мне ужасно неприятно это говорить, но это так. Скажи, пожалуйста, семей Кумушки здесь же все меньше и меньше у нас, да, в Казикуму? У меня просто приезжают родители, мы здесь ходим, никого вообще не узнаем. Здесь полностью за 30 лет сменилось вообще на народное население, то есть вообще уже старых семей не осталось? Старых осталось семей 10, наверное, сейчас другие все сюда приезжают, а местные города. Понятно. Вот на твой взгляд, наверное, вот это такая децентрализация ремесла, если можно так сказать, когда были немножко замкнутые такие анклавы в виде сел с традиционными там, какие-то ткачества, какие-то гончарные, вот Казякумух это оружейный ювелирный центр был, богатый очень в свое время, вот эта децентрализация, она убивает промыслы народные, как ты считаешь, или тут другая причина, или здесь чисто экономический момент такой, не популярные профессии, тяжелые, там долго учиться во-первых надо, а если ты там дверь железную делаешь, тебя научат за месяц приваривать листы, а если ты будешь ювелиром, сколько примерно на средний уровень ювелир может выйти, вот если например ты будешь учить, сколько надо, чтобы нормальной научиться технике резьбы по серебру и чернению, например, не говорю о насечке. смотря какой талант у человека ну средний средний своего сына я его не считаю что он не талантливый но он 3 года учился что так нормально делал, ну как очень гравирует технологию как да, а насечка золотом еще же надо немножко орнаментику научиться традиционную да, и вот это все это же тоже как бы это получается у тебя не только должны быть руки но еще художественный какой-то вкус и ощущение вот этой вот аутентичности какой-то да, то есть это вот от 3 до 5 лет пока человек выйдет на средний уровень да, вот примерно плюс-минус да, ну вот замкнутый круг замкнутый круг понимаешь мы теряем ремесло просто традиционное а где-то еще заказ должен быть когда заказа нет когда ты не можешь его продать уже это не работает ну что я могу сказать будет развиваться государство будет в нем потребности подобное или будут развиваться какие-то национальности будут обращаться к своей истории к традиционным своим изначальным занятиям но это будет развиваться если этого не будет то это конечно по со временем умрет ну существуют же технологии сейчас в ювелирном деле когда с помощью компьютера можно все сделать да вот сейчас даже ювелирные очень хорошие так сказать как бы работы они делаются с помощью компьютерного моделирования и потом все это дело но все равно мы отличим мы отличим понимаешь я и говорю что для этого нужен заказчик который разбирается если заказчик не разбирается то для него все это одинаково и все ну вот понимаешь вот чем сейчас вынужден заниматься Малик он преподает низовой уровень по сути в школах начальный этап какого-то творческих каких-то навыков детям ты понимаешь нам не дано предугадать как наше слово зовется я тебе говорю про технологии сложнейшие мы не знаем кого он учит возможно что среди его учеников есть один или два которые потом будут этим заниматься со временем мы этого не знаем и знать не можем понимаешь мы можем делать только то что мы делаем а результат он не от нас зависит я тебе объясню свой взгляд на это на эту вещь почему многие кузнецы например сейчас от ювелиров уйдем они занимаются воссозданием старинных технологий литья ковки дамаск изделий химического состава металлов почему потому что в какой-то момент пропала школа пропала востребованность в этих изделиях подожди и они вынуждены это воссоздавать понимаешь воссоздавать заново с новыми материалами с новыми технологиями у нас была златоуцевская оружейная фабрика в которой сначала Аносов воссоздал Булат потом Обухов между ними 20 лет разницы понимаешь Аносов воссоздал и что произошло произошло то что побаловались этой технологией и она опять пропала и очередной выдающийся металлург который туда пришел Обухов он заново весь этот процесс проделал и снова открыл Булат Воссоздавать технологии гораздо сложнее заново их находить потому что к тому моменту когда проходит 50 лет у тебя изменяются материалы условия их изготовления ты переходишь к электрическим печам от ручной ковки у тебя более чистые материалы это уже немножко другое я здесь говорю про искусство про передачу от учителя к ученику именно традиционных например орнаментики те технологии резьбы чернения которые веками существовали если например перерыв произойдет каким-то людям придется эти технологии восстанавливать вот другой пример я извини я ушел немножко кубачи мы же там встречаем 15 век технологию резьбы по камню удивительно там иконографические изображения монголия монгольских воинов Горелик говорил что с половецкими некоторыми мотивами в костюме мы видим вот эту орнаментику сколько она продержалась она продержалась 200 лет где-то 150-200 потом она исчезла все и у нас все это исчезнет то есть придется эти технологии будут утеряны потому что у нее нет условий чтобы их передать ученикам а мы сейчас слышали что ученик чтобы выйти на средний уровень это от 3 до 5 лет например где-нибудь в Сибири традиционные народные промыслы изоления из бивня моржа там рисунок выжигания пытаются сохранить пытаются насколько я знаю якутские ножи все которые сейчас вижу я все равно я давно хочу купить себе якутский нож никак не получается но все якутские ножи великолепные которые сейчас ты увидишь они сделаны в Москве или Петербурге то есть чтобы якутский нож был из Якутии я такого давно не видел но в 60-х годах ты наверное якутский нож в Якутии найдешь а вот современный якутский нож а ты попробуй сделать в технике которой владеет Малек где-нибудь в Москве кинжан такой я такого думаю что никогда не произойдет это не получится у меня просто не получится ты можешь сделать например травление компьютером но ты такое тонкое травление например как на персидском шлеме вот ты вот когда у меня будешь в следующий раз просто у меня не наша тема была я тебе покажу персидский шлем 19 века первой половины с травлением вот пускай кто-нибудь такой сделает вот мне будет очень интересно это делали старые мастера там только один рисунок по этому шлему там мельчайшие суры там мельчайшие узоры просто вот они там по 3-4 миллиметра буквы это просто никто не будет это делать это никто не сделает сейчас мне жалко просто что даже нисколько что вот эта технология пропадет ты правильно сказал найдут специалисты которые ее восстановят что не передается традиционное искусство великим мастерам Маликам кому-либо дальше понимаешь на нем все заканчивается вот это меня бесит может быть наша передача как-то это изменит вдруг такое случится Малик большое спасибо что приняли у себя вам спасибо мы сделаем передачу выпустим и посмотрим чем это закончится спасибо спасибо Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...